Около тысячи сообщений поступило на пульт 102 в Западно-Казахстанской области в ночь с 31 декабря на 1 января. По словам сотрудников полиции, в новогоднюю ночь зафиксировано 209 правонарушений. Эта цифра на порядок больше, чем в будня. К административной ответственности привлечены 33 лица за нахождение в общественных местах в алкогольном опьянении. Новогодние праздники жители Уральска отметили на славу. Этому свидетельствуют показатели областного центра психического здоровья. Только за прошедшие два дня сюда поступили 150 человек. Степень алкогольного опьянения у всех разная. Семеро в пьяном состоянии находились за рулем авто. А вот двое и вовсе водили машину в наркотическом состоянии. Нагрузка была большая практически. Если взять ЦВАТ, ЦВАТ – это в бытность медицинский отрезвитель. Сейчас он называется Центр временной адаптации и детоксикации, в которой доставляется сотрудниками полиции граждане в состоянии алкогольного опьянения с общественных мест. За эти праздники сотрудниками полиции было доставлено 150 человек в ЦВАТ. Из них помещено 90. И 60 было отказано госпитализацией в связи с тем, что по положению в ЦВАТ у нас помещаются люди только в средней степени алкогольного опьянения. Рабочая нагрузка увеличилась и у сотрудников правоохранительных органов. Нарушителей общественного порядка стало в разы больше как на дорогах, так и на улицах города. Полицейские будут работать в усиленном режиме до 15 января. Всего на пульт оператора 102 31 января поступило 970 различных сообщений. Так, 31 декабря и 1-2 января полицейскими Западно-Казахстанской области по области было выявлено 209 правонарушений по линии общественной безопасности. Из них 33 административных правонарушений за мелкое хулиганство, 49 административных правонарушений за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. По словам ДЧС Западно-Казахстанской области, за праздничные выходные к ним поступило 20 сообщений. На 18 из них были направлены спасательные службы.